МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Виталий, с вами Шахи Мат, меня зовут Андрей Никитин. Сегодня мы говорим про выживание малого и среднего бизнеса в период карантину. С нами приватный предприниматель Наталья Шанкулова. Наталья Шанкулова. Підприємець, громадський діяч. Освіта Національний технічний університет Дніпровська політехніка. Спеціальність правознавство. Активна учасниця акцій протесту підприємців. Хобі – колекціонування антикварних брошок. Наталя, рада вітати вас в нашій історії. Власне, перше питання. Загальне таке. Мать часть. Що слід в українських реаліях розуміти під малим та середнім бізнесом? Питаю вас, яку практику? Малый бизнес. Есть четкие ограничения. Это, как правило, люди, у которых оборот идет, там, образно, до 15. Сейчас в нынешних реалях до 10 миллионов. Это третья группа. Первая группа, если я не ошибаюсь, сейчас. Вы знаете, а я, наверное, выпала из этого процесса. То есть они каждый раз его карьеру… Карантин вплинув. Да, карантин таки, да, повлиял. Но вот сейчас вторая группа до 5 миллионов или до 3 миллионов. Ну, в общем-то, я уже, наверное, не помню. Ну, скажу так. Это корректировали в период карантину саме, чи це мається на увазі зміни до податкового кодексу? Это изменения, да, которые вот совсем недавно. И я понимаю, что их еще будут корректировать. Поэтому звучать их вот так на память, как бы, пока не нужно. Это я сразу говорю. Потому что сейчас будет, скорее всего, как говорят эксперты, возможно. Девальвация гривны и, понятное дело, как только растет курс, мы должны понимать, что мы тоже вот эти вот обороты должны увеличивать. Но что касается малого бизнеса, то тот вот лимит, который сейчас дали для малого бизнеса, это, я бы не назвала малым бизнесом, это больше такой вот микробизнес, который просто занимается, как, сам себя обеспечил работой. Ну, вот. А самовідчуття, вот, есть какие-то размежения, я имею на увазе на эти 3-5 миллионов, между малым и средним бизнесом? Вот, скажемо, вы себя как чувствуете, малым или средним? Я себя чувствую таким, знаете, микропредпринимателем, который, да, как крошечкой просто, который занимается, сам себе нашел работу, там, сам себя обеспечил работой и сам себе там что-то развивает. Фактически, да, у нас наемные работники там есть, но это до 10. Это еще не менялось, никак не корректировалось, и вот до 10 человек. Поэтому, ну, вот у нас пока так. А средний бизнес, да, у них там немного более идет. Сдаётся, до 50 людей может працювать, да, ну, и, соответственно, обороты больше. Ну, опять же таки, когда говорят ограничения по наемным людям, я понимаю, что, вы знаете, есть же разная рентабельность бизнеса, то есть мы можем сказать, что может сидеть человек, да, у него будет, например, он затраты на его бизнес, на обеспечение его бизнеса, и на все остальное у него как бы идут не такие уж большие, да, и у него может сидеть несколько человек, и он может иметь больше доход, чем тот человек, который нанял на работу и 100 человек, да, то есть, ну, это такое дело. Ну, это мы говорим, значит, про били, что называется бизнес, да, про сирый, там, про чорный мы не говорим, когда... Рентабельность, скорее, вот у Андрея более рентабельность бизнеса. Ну, так, давайте, от, ми у довідці про вас зазначили, про акції протесту, які почалися з кінця, навіть не з кінця, десь з вересня минулого року, да, от, проти тих змін, які були до податкового кодексу, зокрема, проведення касових апаратів. От, ви чогось досягли, там, влада вас почула, як вони відбувались, розуміло, під час карантину, вже на акції протесту виходити фактично не можна, там, до 10 людей збиратись. Як, як, які результати? На данный период времени все осталось. Вы видите, что я даже не смогла вам как-то ответить сразу, а что же там будет? Потому что карантин на самом деле настолько все поменял, и в сознании предпринимателей, которые не знают, они выйдут на работу вообще или нет. То есть у нас вопросы первоочередные, они поменялись. То есть мы раньше думали там о кассовых аппаратах, о том, какие у нас лимиты, нам лимиты все-таки подняли, потом кассовые аппараты сейчас их введение отстрочили в связи с введением карантина, но тем не менее мы все равно понимаем, что для некоторых групп товара, такие как оптика, там, некоторые медикаменты, там, все, вот мы выходим из карантина, и для них этот вопрос уже становится фискализацией, уже актуальным. И да, мы будем далее как-то отстаивать эти интересы, но если честно, я думала, что в рамках того, что карантин фактически, ну мы это увидим немножко позже, когда мы выйдем уже покупать что-то в супермаркетах, в гипермаркетах, в торговых комплексах или еще где-то, и когда мы захотим какую-либо альтернативу тому, что мы ранее покупали, мы увидим, что маленького предпринимателя, возможно, уже нет. То есть вот эту количественную потерю предпринимателей мы увидим уже после окончания карантина. Поэтому тут проблема в том, что мы вообще не можем, многие из нас не вернутся к работе, а уже говорить о том, что наша деятельность усложняется вот этими новыми нормами законодательными, как то тотальная фискализация, либо кэшбэк, и закон 367, который все-таки нас ставит в те условия, когда нереформированная таможня, да, но мы, тем не менее, должны предоставлять проверяющим органам первичную документацию, которую фактически нам нигде взять. Поэтому тут тоже очень много все. Я бы советовала сейчас, не то чтобы даже советовала, очень даже настаивала, чтобы вопрос фискализации тотальной, ну, просто вообще убрали. Ну, а все-таки, вот, якщо вы говорите станом на березень, да, хоть у чем-то почула вас влада? У нас уже на данный период времени, так как мы столкнулись с другими вопросами. У нас аренды, у нас налоги, а мы сидим дома. Ну, сграво карантин, да, тобто тих, кто арендодавцы, говорят, нам это не важливо, да, давайте гроши. Арендодатели пошли нам на встречу. А, пошли, да? Да. Расскажите, як це було, це, власне, на вашому, я так розумію, досвіді, да? Да. Як це було, тобто вони ще сказали, можете не платити, але це приміщення залишається за вами, ну, вы краще знаєте. Да, большинство арендодателей сделали нам такой вот, как установили определенну сумму, которую мы должны оплачивать за то, что наши вещи остаются в помещении, за то, что происходит охрана помещений, ну, производится охрана помещений, за то, что арендодатель все-таки несет какие-то затраты на то, чтобы все-таки это все оставалось в таком состоянии и для того, чтобы обеспечить сохранность нашего товара. Поэтому тут получилась следующая ситуация, что, да, нам пошли многие арендодатели навстречу, но для нас ситуация получилась следующая, что при всей той лояльности многих арендодателей нам все равно негде взять денег. Мы попали в ситуацию, когда нас кормили обещаниями, что, вы знаете, этот карантин, он где-то там вводится, а здесь в Днепре, там, и вообще на Украине это такое, это, ну, шутили. Помните, сколько мемов было там в сети по поводу коронавируса и все. Ну, возможно, десь первый тиждень так люди хвилювались, до введения карантину шартували, первый тиждень так остерегалися, да, а вот сейчас, когда мы дошли, или даже не дошли, как говорят лекари до опеки, всем стало так уже, так уж. Гробокажучи, да, все равно, как то кажут, вот, на жаль, да, есть такая ситуация. Ну, власное, вопрос, да, вот вы говорите, что почули вас арендодавцы, да, вот… А мы не платим. Не платите. Почему? Потому что мы все деньги потратили на закупку товаров. Ну, таких випадков много? Восемьдесят процентов. Восемьдесят, так. Да. Ну, это, мабуть, уже, коли склалися певні комерційні відносин, да, або навіть особистість, да, тобто, есть такой момент. Власне, а, если все-таки, чтобы политизировать нашу разговор, да, вот, были приняты решения, певные, местные влады, да, еще до податковых каникул для первой, здаяется, группы, здаяется, для первой, для другой. Вот, кто більше чую підприємців? Це центральна влада чи місцева влада? І чи чую взагалі? Ну, ви знаєте, мене обрадовало то, що нас, наконец-то, услышали… Ну, не то, що «наконец-то», ми, наверное, раніе даже не обсуждали те вопросы, які були зв'язані з налогооблаженням, тому що це більше касається центральної власти. Але я все-таки напомню, що ми просили, щоб наші містні власи підтримали наше обращення к депутатам Верховного Совета і президенту по поводу того, щоб нас тотально не фискалізувати. Наш Городський Совет такі нас підтримував. Ну, а тут, коли касається именно містних налогів, да, нас підтримували. Нам сказали, що, во-первых, на май буде… Для первої групи единий налог вообще отменили, для второї групи його уменьшили ровно в два раза. Коли ми общались далі на тему, як же продлення вот цих налогових каникул, или як їх назвати лучше вообще, як би отміну налогів на карантинний і на посткарантинний период, як це буде дійсною, то нам сказали, ребята, ми це робимо для того, щоб понимати, що ми вам снизимо далі налоги, якщо буде в цьому необхідність. Тобто, кожен день ситуація змінюється, і, зрозуміло, що зараз відмінити там… Давайте відміним на год. Тобто, це ж неправильно буде. Тобто, тим більше бюджет втрачає без цього, да? Власне, потрібно виплачувати якісь там соціальні моменти, а, по суті, податки зараз, ну, з кого їх збирати, да? Але, да, от ви почали говорити про місцеву владу. Нам пішли в цьому на уступки, потім, звісно ж, наше обращення, которое, оно буде, скорее всего, рассматриваться на сесії місцевого совета, наше обращення, которое все-таки больше направлено на центральну власть, ну, адресовано центральну власть, но ми все-таки хотим, чтобы принципиальну позицию в этом вопросе заняла наш городской совет. То, конечно же, это очень важно. Я думаю, что взаимопонимание, конечно же, сейчас есть, потому что, как сказал мой любимый арендодатель, мы сейчас все в одной лодке. То есть, если ранее мы, например, приходили и говорили арендодателям, дайте нам, пожалуйста, скидку или еще что-то, то он говорил, да нет, Наташ, ну, я вот так подумал, нет, у меня нет на это каких-то должных причин. То есть сейчас все идут на уступки и все говорят, что мы в одной лодке, давайте о чем-то думать. Хотя есть и исключения, но там, конечно, я думаю, я пока не буду это выносить наружу. Я думаю, уже по выходу из карантина 12 числа мы об этом как-то увидим. Это помягчение, можно сказать, еще не выход. Такое помягчение. Карантин продолжил до 20 дорог, да, мабуть, еще будут продолжать, да. Ну, все-таки, для большей частины бизнеса, ну, мы про это еще, я думаю, поговорим, дозволили хотя бы так уладить режиму працювать. Ну, там тоже интересно. Вот представьте, вы выходите, вы должны платить аренду. Вот наши предприниматели, они очень сильно в предпринимательских группах возмущаются, что мы должны выходить, мы должны работать, платить аренду, платить зарплаты своим сотрудникам и при этом не запустили в общественный транспорт. И это, кстати, решили так именно наверху, да, это решила центральная власть. То есть мы, получается, будем сидеть, ждать кого-то, люди к нам не смогут доехать, потому что большинство из нас, если мы говорим о торговых, как бы, площадях, ну, скажем так, рынке, торговые комплексы, которые расположены где-то в спальных районах, да, там немножко полегче к ним дойдут, а вот центральная часть к ним не доедут. И мне вот реально, мне очень жаль этих людей, и я сама арендую центральные части. Я понимаю, что какой-то период времени, ну, я думаю, о нас услышат еще. То есть мы вот сейчас вот так постепенно будем выходить, я думаю, вот эти вот бунты предпринимателей, они будут иметь... Ну, от, до речи, ви говорите, что, возможно, много бизнеса закриется, подивимось, как это будет, особенно это касается малого бизнеса. То есть мы должны понимать ваши слова так, что, фактически, у нас бизнес, да, от малий, середний, ледь виходить там на ноль, на ноль плюс, грубо говоря еще, да. От, как говорят там, вчителям, там, или лекарям, что живем от зарплаты до зарплаты, то же самое ситуация, я так понимаю, у бизнеса. Ну, не от зарплаты, я так понимаю, у бизнеса, да. От, наскільки є змога, працюючи, скажемо, підприемцем, да, там, малым, середнім, забезпечити себе, свою семью, там, свои захопления какие-то, я не знаю, ну, грубо говоря, чи там жити не на 5 тысяч гривен, да, а, чтобы была возможность там, з'їзди кудись за кордон, чи купить якусь там цінную речь. От, наскільки бізнес у цьому плані у нас розвинений в Україні, малий та середній? Ну, мы говорим больше, ви знаете, лучше сказать о подушке, а о той, которая страховочная подушка. А предприниматель не готов к этому. У нас нет страховочной подушки, да, мы там можем где-то отдохнуть, но мы говорим сейчас об арендованных платежах, которые вот если, даже если частично их погашать, да, там, и как-то оплачивать это все, просиживая дома и не зарабатывая деньги, но мы все равно выйдем на такую кругленькую сумму, которая приравнивается далеко не к отдыху за границей, и даже не к образованию ребенка где-нибудь за границей. Да, это банально обеговых коштей, да, и нема смоги заплатить. А от, до речи, якщо ми так трошки сказали про мемчики, да, от десь середина березня, да, запроведжение карантину, пандемия коронавирусу така захлеснула світ. Вы памятаете свое, власне, чувство, да, я маю на увазе не стольки, как люди, а как бизнесмена, что вы, грубо говоря, что не сможете завтра выйти на работу, на свою. Честно, мое ощущение, я думаю, хух, отдохну немного. Это первое такое впечатление, да, первая реакция, первая эмоция. Да, это буквально там неделю я отдыхала, я так думаю, хух, и там все. Ну, а потом, конечно, у меня стали вопросы, во-первых, оптимизация, и оптимизация сейчас у всех происходит. Мы понимаем, что те объекты, которые образно, если вот у человека, это их семейный бизнес, да, там мама, папа, дети занимаются этими магазинами. Магазинами это может быть 3-4 магазина, да, каждый на себя взял там какой-то кусок ответственности, это все-таки семейный бизнес, все-таки будем об этом говорить. Так вот, они понимают, что лучше оптимизироваться, и, например, там какие-то объекты, которые меньше приносили прибыли, и которые, возможно, в будущем не смогут принести прибыли, так как сейчас наш народ все проел, то вот эти вот объекты лучше будет как-то прикрыть. Поэтому вот по своим знакомым, я общаюсь со многими предпринимателями, я знаю, что вот даже вот достаточно такие, казалось бы, плотные такие сети, они избавились от части своих магазинов. Это я говорю даже про сети. А что касается тех сетей, которые заходили к нам из-за границы, они сразу, как только какой-то кризис, они сразу сворачиваются, все, их уже нет. То есть их назад ввести тоже очень сложно. Поэтому, ну, вы увидите, то есть вы когда вот 12-го выйдете, если откроют буквально все торговые комплексы без ограничений, то вы пройдетесь по коридорчикам, и все увидите. Но это будет тоже не показатель. Основной показатель будет где-то через 2-3 месяца. А вот, кстати, все-таки карантин и кризу, экономичную кризу, да, как наслідок. Чи слід однозначно сприймати, с вашей точки зрения, с знаком минус? Чи это все-таки також, возможность как-то, как говорится, сгрупироваться, да? Тобто, понимать приоритеты, понимать, как вести в будущем стратегию бизнеса, чтобы минимизировать втраты. Адже у рынковой экономики, фактически, иди этап, да, ну, оця прямая, да, від кризи до кризи, да, это по такей синусуиде. Вот, че не, че не, че не, че не емашливість у цей момент саме сгрупироваться? Когда вы так говорите, я могу перефразировать. Переходите в интернет. Ну да, правильно, то есть мы говорим о том, что малый бизнес должен переходить в интернет и как-то так говорить? Не, ну, какие-то преоритеты для себя новости, ну, скажем так, да, вот, чтобы вести свой бизнес, да, вот, не думая, что завтра, скажем, там, закриють мой магазин, там, чи якась податковая переверка, и все, мой бизнес, те, чем я занимался рік-два, вот, закинчилось. Чи не допомагает криза у цьому предпринимателю? Ну, вы сейчас сказали о том, чтобы… Я пытаю, я пытаю, да. Андрей, ну, это больше, вот, знаете, как, да, это бы была идеальная форма такого бизнеса, который бы при кризисе не прогорал, который бы, на который бы невозможно было никаким образом воздействовать, который бы всегда давал кусок хлеба при любых обстоятельствах. Ну, это, это что-то нереальное, наверное. Для меня это, да, хотелось бы что-то такое, хотелось бы как-то поменять немножко, вы знаете, отношение, все-таки власть-предприниматель. Потому что предприниматель, он сейчас… В каком ключе? Более, что ли, предприниматель должен, наверное, уже начать говорить о том, что ему надо. Я не говорю сейчас о предпринимательской партии. Предпринимательская партия в чистом виде, она, наверное, не будет иметь должного электрада или там еще как-то процветать. Не, ну, хотя вот, якщо згадати, да, у нас там в кінці 90-х, початку 2000-х, была там партия «Яблоко», яка себе позиционовала, як партия с середним бизнесом, не российская, підкреска, а сама украинская, навіть у парламенті была, так что… Ну, сколько вот их было? А? Сколько их было? Ну, людей 20, там, я не знаю. Да. Ну, але все ж таки, один в поле тоже воин. Возможно, возможно, да. Ну, чисто вот предпринимательское какое-то движение, наверное, нет. Наверное, его как-то нужно укрупнять, там, или еще что-то. Ну, людям надо уже, конечно, заявлять о своих требованиях, потому что мы каждый раз выходим на улицы. Нет никакого представителя, который бы зашел в парламент или там зашел еще куда-то и сказал, вот нам надо вот это, вот это, вот это. То есть мы сталкиваемся с тем, что мы каждый раз на улицах там воюем, кого-то выхватили, кто-то там дал какое-то интервью, все, это наш лидер. Ну, зачем? То есть без лидера, можно без лидера. Да, предприниматели сами достаточно умные, достаточно активные. Но это надо все-таки как-то развивать. Ну, до речи, у меня питание еще в контексте карантин, одно, да, вот те меры, которые были запроваджены, да, вот под час карантин, ну, шорсткие достаточно. Чи они были выправданы, с вашей точки зрения, как гражданина? Можливо, не только как предпринимцы. Ну, мы же, вот, проводили автопробег предпринимателей. И, конечно же, люди за что вышли? Против двойных стандартов. А что получилось? У нас огромные сети, гипермаркеты, и даже продуктовые сети, они имели возможность проводить свою торговлю. Особых там каких-то, я не знаю, ограничений по вхождению в этот торговый зал не было. То есть мы не будем говорить о том, что в торговом зале всего находилось 10 человек, или там еще как-то. Для того, чтобы их тоже, там, говорят, на каждые полтора метра должен быть там один человек. То есть как это отслеживать, как за это бить по рукам, там, или наказывать, это тоже непонятно. Поэтому мы говорим о том, что малый бизнес, им сказали, при любых обстоятельствах вы сидите дома, да, у нас продуктовые были открыты, но, а почему-то, да, при этом закрыли полностью рынки. То есть у нас были рынки закрыты на законодательном уровне. До конца квитня. Ну, в нашем месте, да, сдаётся, 29-го открыли. Ну, тем не менее, ну, как? То есть у нас гипермаркет может работать, причем это закрытое помещение, да, в котором заразиться, например, каким-либо вирусом, можно намного быстрее, чем... На открытом поветре. Да. А чем вы повязываете? Это какой-то лобби, или что? Это лобби, да, это лобби крупного бизнеса. Вот я вам про это как раз и говорю, что у нас, получается, предприниматели, они вот должны доносить то, что вот мы экономику там как-то можем развивать, только помогите нам, или не мешайте нам. А вот крупный бизнес, он сразу заходит своими представителями в парламент, или у них есть свои даже лоббисти, которые заходят в комитеты, и там уже лоббируют их интересы. И вот они зашли туда, и им спокойно можно осуществлять свою деятельность. А как и с этим боротися? И чи можно с этим боротися? И чи нужно с этим боротися? Ну, вы знаете, в предпринимательских группах там одна женщина говорит, все, я такая злая, говорит, я не могу, ну вот как так можно? Они работают, я не работаю. Поеду я, наверное, вызову полицию туда. Ну, как это так? Там продают и стройматериалы продавали, и перчатки продавали, и весь товар, который, в принципе, я сейчас у себя не могу продавать в магазине. Ну, да, позлилась. Ну, а что дальше? То есть мы дальше ничего не можем делать. Это должно быть политическое решение. Это должна быть воля оттуда, ну, там откуда-то. А пока нет политической воли, мы приходим к тому, что одних, кто не может сильно за себя постоять, куда-то убирают, а вторых, их интересы задвигают, а интересы других людей каким-то образом. Ну, вот в этом контексте такое вопрос. Чи выгодно державе поддерживать маленький и средний бизнес? Чи им выгодно, с вашей точки зрения, просто махнуть руками, как поддержали великий бизнес, так и будем поддерживать? Не выгодно. Не выгодно? Ну, мы же не заносим. Ну, давайте прямо говорим. Я маю на увазе для державы, як для институции, а не для людей, яким заносить. То есть, что выгодно, что поддерживать маленький, средний или великий бизнес? Мы говорим о том, что коррупция сейчас просветает. Те люди, которые заходят на 5 лет, они не думают о том, что будет после них. Они не думают об этом. Они живут здесь и сейчас. Они не думают о государстве. Они не живут его интересами. Они не живут интересами людей, которые впоследствии будут развивать это государство, экономику страны. Люди этим не занимаются. А чи не заслуговывает народ ту владу, которую он имеет? И я, соответственно, не буду продолжать? Конечно, конечно, заслуживает. Мы каждый раз едим то, что нам дают. Мы заслуживаем то, что мы съедаем. Потому что мы каждый раз голосуем за это. Поэтому, да, мы заслужили то, что имеем сейчас. Ну, и что? И такая безвихида. Тобто, у нас уже шостий президент, а один президент был темчасово виконующий. И что дальше? Тобто, ну, вот как? Ну, не знаю. Это требует изменять психологию народу, но это не за один год, не за одно десятилетие. Ну, просто я вас, навіть, не как у предпринимателя, а как у активной громадянки питаю. Ну, у нас люди, вы извините, но я даже вот часто с такими встречаюсь, которые говорят там, мне должны, мне государство должно там, или еще что-то. Наши люди до сих пор ведутся на лозунги, да, это должна поменяться психология. Наши люди должны понимать, что для того, чтобы что-то сделало, ну, произошло что-то прекрасное в жизни, и что-то сделалось прекрасное в жизни, ты должен в первую очередь приложить какие-то усилия сам. То есть именно сам. Да, это возможно там партии, да, это возможно какие-то создания там чего-то. Это даже в мелочах, вот когда люди там пишут где-то в сетях, там, а ты возьми, начни с себя и выбрось бумажку эту. Да, это такое вот расход, ну, как сказать, очень заюзанное, да, такое выражение. Ну, это правда, да. Не, ну, есть же теория розбитых векон, да, что один не викинув бумажку, інший, да, и перетворюется в такой глобальный смертный как все. Конечно. Да, ну, вот, якщо підсумувати нашу розмову, що робити бізнесу, як виживати? Буквально кількома словами, це треба, щоб його влада чула, чи просто уходити в тінь, ваша думка з цього приводу? Бізнесу необхідність. треба на цьому заручитися на данному періоді времени, ну, підвиборному, заручитися підтримки тех людей, які мають можливість на їх деятельність, на дальнішю деятельність, на судьбу самого малого бизнеса. То есть, це треба заручатися цей підтримки при любих розкладах. Вот це треба робити. Що касається дальнішій судьбі, конечно же, малому бізнесу потрібно мають своїх представлів при власні, які так, як це відбувається у лоббістів, у крупного бізнесу, вони запускають своїх лоббістів, свої повністю пожелання внедряють в життя. То є так дозно бути і у малого бізнесу. Я вам чесно скажу, ви помните, я виділа, кстати, вашу фотографію з кучмою, помніте, коли було, да-да-да, я її запомнила. Помніте, коли там був такой період, за розвитие малого бізнесу, все остальне. То є нам дали вот такой зелений світ, ми могли работать, ми могли, я тогда, кстати, ще не работала, але я просто це як би читала, я видела, люди реально переходили з вот этих газеток, вони платили налоги, їм це було интересно, вони хотіли буви в белому такому секторі, це була гордість, якщо ти вже як-то зарегиструвався, якщо ти вже так осуществляє. І, ви знаєте, економіка, тої дійсно, так як-то, она пошла бувшу туда наверх. Ну, а зараз я вижу, що у нас так... Виштовхуй, навпаки в тінь, на жаль. Ну, да, а как дальше? Будемо сподіватися, що все буде добре, да, і при нашому житті будемо сподіватися, що все буде добре, тому що ми ще молоді з вами. Ну, конечно. Що ж, Наташ, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з підприємцем, громадською діячкою Наталією Ешенкуловою. На все добре. Наталією. Наталією. Наталією.